Праздник плуга, время окончания полевых работ. Самарские татары и башкиры отмечают Сабантуй. Сабантуй традиционно начинается со стилизации древних обрядов. Тысячу лет назад земледельцы праздновали окончание посевной и просили силы природы о богатом урожае. С принятием ислама праздник не утратил своей актуальности. Когда мы отсеялись, мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам хороший урожай. Потому что все по воле Всевышнего происходит. Поэтому роль религии, роль Всевышнего здесь закономерна. Потому что мало то, что ты посадил. Но если, например, засуха будет, все погибнет. И мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам вовремя дожди. Участников Сабантуя приехали поздравить в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шахразиев, глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости. Месье МСС, Кадыля Дусла, с праздником вас! Я хотел бы от всей души, от всего нашего большого коллектива, от правительства Самарской области, да и от всех жителей поздравить с замечательным праздником друга. Желаю только самого доброго, здоровья, любви и добра. Гости осмотрели площадки, организованные в парке Гагарина, пообщались с жителями. Мы подготовили с ребятами 10 машин. Это все мои друзья. Сельчане, Мочелеевка, Камышла, Отрадный, Охсевский район, Подбельск, Алькино. То есть вот эти машины были подготовлены с нами с ноября месяца. Одна машина уже месяц тому назад ушла на фронт. У нас на сегодняшний день в Самарской области самые сильные ребята шашисты. Вот сегодня, надо отдать должный губернатор, играл чемпионом мира до 9 лет, серебряным призером Европы. Эти ребята на сегодняшний день самые сильные в мире. Татары – второй по численности народ в Российской Федерации. В Самарской области проживает почти 95 тысяч татар. В регионе зарегистрировано 11 татарских национально-культурных объединений. В 11 школах области ведется преподавание татарского языка и литературы. Вся наша работа татарской автономии направлена на то, чтобы сохранить язык, культуру, традиции татарского народа. У нас есть свои татарские школы, у нас выпускаются две татарские газеты, есть свои три ансамбля в Самаре. Для гостей Сабантоя выступили творческие коллективы не только Самары, но и Камышлинского, Похвестневского районов, а также артисты Республики Татарстан. В парке проводились народные игры, конкурсы, спортивные состязания. Обязательная часть программы Сабантоя – национальная борьба кереш. Двое участников пытаются повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака. Борцы соревнуются в своих весовых категориях, в каждой выявляют победителей и вручают призы. В этот раз абсолютным батыром стал спортсмен из Бугуруслана Рафаэль Бельданов. Он победил во всех схватках, как в своей весовой категории, так и в абсолютной. Батыру по народной традиции вручили главный приз соревнований – барана. Пришлось попотеть сегодня. Хорошие соперники были. Не просто было, скажу честно. И, конечно, ни один Сабантуй не обходится без национального угощения. Перемечи, Кастыбае, Баурсак и золотистый медовый Чак-Чак. Считается, что он символизирует своим ярким цветом солнце, а своей формой, собранной в горку, радушие, дружелюбие и сплоченность народа. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.